От пациентки с октября 2020 года начала подниматься температура. До 39 градусов один раз в месяц выпивался парацетамол и температура к вечеру спадала. Больше никаких жалоб не было. На данный момент есть подтвержденный тест ПРН коронавирус от 7 марта 2021 года, общая слабость и 3 дня с температурой с 3 марта 2021 года по 6 марта 2021 года. Интересует КТ-динамики с 17 февраля 2020 года и с 8 марта 2021 года. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 61 года. Дата исследования. 8 марта 2021 года в динамике с КТ от 17 февраля 2021 года. Область исследования. Органы грудной клетки. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкции в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Легкие расправлены. Пневматизация легочной ткани снижена за счет множественных участков инфильтрации по типу матового стекла, на фоне ретикулярных изменений, по типу булыжной мостовой, вовлечения в процесс легких, правая легкая, верхняя доля 5%, средняя доля 9%, нижняя доля 12%, левая легкая, верхняя доля 46%, нижняя доля 32%. Общий балл поражения легких – 11. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутри грудные лимфатические узлы увеличены единичные паратрахеальные размером до 11 на 9 мм, в аортопульмональном окне – до 14 на 8 мм. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических изменений не определяется. В задних отделах левой половины тела TH9 с переходом на заднюю левую дужку определяется литический отчак аксиальным размером 16 на 9 мм, крайне укаудальным – 11 мм. Сердце расширено за счет всех камер, аорта без особенностей. По стенкам левой коронарной артерии немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр легочных артерий 23 мм справа, 18 мм слева. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Желудок на 25 мм пролобирует в грудную полость. Заключение. КТ-картина двухсторонней полисегментарной, вероятно вирусной, пневмонии средней тяжелой степени тяжести КТ-2. С вовлечением в процесс 44% легких, лимфодинопатии средостения, кардиомигалии, атеросклероза коронарных артерий. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Литический отчак тела TH9. Для уточнения диагноза рекомендовано МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением. Консультация онколога. 8 марта 2021 года КТ-контроль. Легкие расправлены. Пневмотизация легочной ткани также снижена за счет множественных участков инфильтрации по типу матового стекла, на фоне ретикулярных изменений по типу булыжной мостовой, вовлечения в процесс легких, правая легкая, верхняя доля 36%, средняя доля 62%, нижняя доля 39%, левая легкая, верхняя доля 54%, нижняя доля 60%. Общий балл поражения легких – 18. Несколько увеличилось число гиперплазированных лимфоузлов средостения. В остальном – без динамики. Заключение. КТ-картина – выраженной отрицательной динамики течения двухсторонней полисегментарной, вероятно вирусной, пневмонии тяжелой степени тяжести КТ-3, с вовлечением в процесс 72% легких, лимфодинопатии средостения, кардиомигалии, атеросклероза коронарных артерий. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Литический очаг тела TH9. Для уточнения диагноза рекомендовано МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением. Консультация онколога. Рекомендована срочная консультация терапевта, госпитализация. 8 марта 2021 года, доцент кафедры КМН, Котов МА. Комментарий врача-рентгенолога. У вас, по данным КТ, есть две сложности. 1. Быстро нарастает вовлечение легких в патологический процесс, объем инфильтрации вырос с 44 до 72%, тут необходимо вызывать скорую помощь и продолжать лечение в стационаре. В Санкт-Петербурге госпитализируют с поражением более 40% легких. 2. В 9-ти грудном позвонке у вас есть измененный участок, снижение плотности кости. Чтобы уточнить характер этих изменений, вам имеет смысл сделать МРТ грудного отдела позвоночника с контрастным усилением. И вам нужно показать это заключение персоналу центра МРТ, чтобы они смогли более правильно спланировать исследование. И с результатами его имеет смысл показаться онкологу. Вопрос пациентки. Насколько я понимаю по тому заключению, что вы направили мне. После того, как мать выпишут из больницы, нам требуется консультация онколога, так как это может быть рак. На данный момент она находится в красной зоне временного коронавирусного госпиталя в Москве, и без улучшений по КТ ее оттуда выписать не должны. Ответ Хэмэн. Котова Эмма. В вопросе выписки не только КТ будет учитываться, но и результаты анализов, клиническая картина. Перед онкологом я бы советовал сделать МРТ, чтоб было с чем идти к онкологу, но в целом очаг выглядит крайне сомнительно. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.